мне немного приболел поэтому я буду превозмогать вы потерпите пожалуйста значит меня зовут илья я тебе 24 сетевая мы делаем онлайн-телевидение для тех кто состоит в нашем чате киару кодес наверное вы меня знаете как главного флудера причем же самое интересное там не знаю какой алгоритм а почему-то флудовый процент он мне говорит и когда значит был анонсирован доклад первый вопрос который я получил был таким будет ли речь может поднимите руки кто знает что вообще кто я знаю я знал до вопроса на этого после анонса вот там на мое место сядь вот там я сижу просто я мне ладно окей значит он т.п. онлайн-транзакшн-процессинг в чем разница это условно ваша таблица в базе данных юзеров скажем да то есть это когда вы базу данных складываете сущности обращаетесь к ним к единичным и работаете с ними как с единичными а лап это когда вы их базу данных складываете сущности и потом делаете какие-то агрегационные запросы то есть сам простой агрегационный вопрос запрос это типа сколько у нас юзеров вот то есть мы очень хорошо знаем все лтп там большинство популярных баз данных они у нас есть очень хороший пасгресс мысль оракал там платные и бесплатные даже прости господи microsoft access это тоже в типе база данных один из принципе тоже можно не назвать значит а вот какие у нас ала база данных в общем-то мы не особо и не знаем потому что по большей части вся эта история это про кровавый интерпрайс либо про облачные решения которые в общем работают хорошо но очень дорого и ну хадуп 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 это очень дорого по железу как правило но и у нас как бы не было никогда такого простого решения для того чтобы делать всякие аллап штуки до тех пор пока не появился крикхаус смотрите я вообще как о чем сказать сначала некоторое количество теоретически так скажем информации на тем толпа кликаус устроен а потом уже как бы кейсы как мы его используем значит первое на чем хочется остановить остановиться это только кликаус хранит данные то есть вообще существует как бы строчный баз данных колоночные ну не только но нас интересует только это данный момент и вот например если вы берете fastgres или mysql и делаете там какую-то такую таблицу про каких-то людей и пишите туда много-много-много-много-много-много-много то fastgres бьет эту таблицу на файлы в какой-то момент значит и записывает в эти файлы последовательно строки то есть вот красные линии на этом слайде это границы файлов это важно да то есть там вот в первом файле здесь у нас с вами такая выдуманная такая структура где в каждом файле две строки обычно их там конечно же больше но вот зато это наглядно значит и последний записывать строки кликаус это колоночная база данных и она хранит данные по-другому то есть ту же самую таблицу она сохранит вот так значит она сохранит в отдельном файле колонку айди колонку имен колонку там ролей и колонку вот этого вот странного признака из всех этих людей что это нам дает когда мы делаем например вот такой вот агрегационный запрос это очень довольно простой агрегационный запрос то есть мы хотим просто понять сколько пользователей у нас там любят кошек вот в нашей базе данных а сколько нет да для пасгресса ему нужно будет выбрать флотскан таблицы ну в худшем случае да про индекс сейчас не говорю флотскан таблицы открыть все эти файлы вытащить из них информацию вот эту вот булевого флага посчитать и выдать значение то есть когда вы зададите такой же самый запрос клик хаосу он просто откроет значит один файл столбца одного и посчитаю в какой-то момент я рассказал всю эту историю своей жене она мне прям не техна и она такая я как поняла грязь на картинку иллюстратор очень хорошо рисует мне очень нравится далее значит здесь мы можем с вами видеть что это хаос реально хранит ну как как это действительно хранится да то есть это вот листинг директории с нашего сервера где мы храним как бы распашенные логи ngx и тут прям видно что под каждый столбец здесь там свой файл вот этот который там реквест ее рубин регистрирует марк это файлы засечек про них ну наверно даже на вкопать и может вопрос не знаю дальше часе куда попить чуть вот значит дальше индексация клик хаоса вообще существует два типа индекс на вас интересует только два первый тип индекс это дэнс индекс это то есть как мы например положено нас есть таблицы грамот нам надо построить индекс по городам и дэнс индекс это такая штука ну а там много-много-много данных да то есть поэтому футскан будет дорогой например с грисе то же самое у нас есть вариант построить дэнс индекс который этот очень простая ситуация в реальных системах это работает ну как бы по-другому немножко но вот принцип такой то есть у нас индекс это будет как бы массив значений ваших которые будут указывать на конкретную строку таблицы это позволяет найти очень быстро там всю информацию по английску например или там по самаре или я не знаю по екитеринбургу моментально вот это очень хорошо для единичных выборок в клик хаосе используется другой тип индексов который называется спарс индекс то есть тут идея какая мы берем все наши вот эти значения сортируем их это очень важно и потом строим индекс таким образом что мы индексируем не каждую строку а каждую онлую строку а вот это есть получается для того чтобы нам найти на прорепетивый бук мы заходим в спарс индекс находим на ближайшие как бы к букве е значения и понимаем что у нас буква е она между в и к по-любому значит нам нужно найти сначала волгоград а потом просто проскалить вниз и значит вот это вот расстояние между строками индекса называется индекс грануэрити вот и в клик хаосе он по умолчанию типа 8192 строки сейчас секунду вот это вопрос о том почему бывает иногда задают вопрос типа почему мы не можем использовать клик хаос как обычную базу данных в частности по этому потому что как когда ты там идешь и делаешь селект в сетевым равен самара он тебе вытаскивает все атомска до санкт-петербурга значит но вся эта история позволяет нам очень быстро выполнять например вот такие вот запросы предположим да то есть что это запрос это запрос в котором мы хотим посчитать сколько и каких чтп статус кодов были у нас в какой день да то есть это дата статус код это код и здесь если таблица индексирована по дню то спас индекс работает великолепно то есть это очень быстро значит еще один момент про который хотелось бы рассказать это в приказе есть такая штука называется distributed engine то есть это такое очень ловкое шардирование предположим у вас там есть три шарда причем которые еще разнесены по натоцентром и эти три шарда именно одном из этих шардов причем совершенно неважно на каком создаете штук таблицу такую как с движком который называется distributed engine таблица она сама по себе данных вообще никаких не хранит но она знает ну если вы конечно скажете конфигурации она знает про другие шарды и когда к ней и вы можете прийти на любой шар где есть этот distributed engine таблица и сказать типа сделай нам вот такой адекционный запрос по всем нашим данным и и она значит такая у меня эти данные лежат там на первом втором и третьем сервере и она каждому из этих серверов кинет такой же запрос соберет значит ответы и в итоге сегрегирует это в общий ответ и отдаст то есть это такая на этом очень удобно строить я не знаю как их назвать мастер мастер что ли такие вещи репликация в кстати кстати тоже есть она там через гипер это ну об этом не буду разговаривать короче потом если хотите на автопате теперь давайте так вот по всему тому что я до этого сказал есть вопросы пока привет есть вопрос давай а на дерево не тем не любое чем где этот смаз выглядит как будто какое-то бинарное дерево нет бинарное дерево ты имеешь в неделю бинарный поиск господи как это правильно называется по-русски банк ср 4 допустим короче и нужно полностью засунуть оперативку то есть если ты строишь индекс на бинарном дереве он большой. Да, действительно. В принципе, ты можешь настроить Кликхаус так, чтобы он тебе сделал Спасиндекс с гранулярностью 1. И тогда у тебя будет очень быстрый доступ к каждой строке, к каждой колонке. То есть ты реально сможешь тогда ЛТП без данных из этого сделать. Но проблема в том, что у тебя в памяти это просто не влияет. А насколько актуальна запихивание в память, когда у нас есть SSD на PCI-Express, к которому доступ очень быстрый. То есть понятное дело, что это было актуально, когда у нас были там харддрайвы с головкой, с механикой. Там понятно, что туда-сюда скакать было нужно время. Сейчас у нас SSD, PCI-Express там дохрена гигабит. Смотри. Короче. Я понял, да, InfiniBand, на который ни у кого денег нет толком. Да, без InfiniBand, просто на PCI-Express там просто конструкция существует. Ну да, там быстро, я соглашусь. Все равно оперативная память быстрее. И тут вопрос уже скорее о том, как много данных у тебя. То есть если у тебя там таблица, я не знаю, 50 миллионов записей, ну, наверное, да, 100 миллионов записей пусть. А если у тебя там петабайтные хранилища, то тебе хочется быстро его адресовать. Ну, я, кстати, не знаю. Ну, как бы, сложно сравнить, потому что у нас нет кликхауса, который работает по-другому, чтобы сравнивать. Понимаешь? То есть он работает быстро. Это правда так. Так, хорошо. Еще вопросы? Нету. Прекрасно. Давайте перейдем туда к кейсам. Значит, какая была история? Череду раз после какого-то прот-инцидента, что-то мы сидели с девоксом, общались, я говорю, Андрей, нам бы график процентили прям очень надо. Сразу понятно, что сломалось, там, туда-сюда. Вот, а что-то поговорили и разошлись. Я своим делами заниматься, он с вами, а через какое-то время приходит, говорит, я сделал. Я говорю, прикольно, давай посмотрим. Я говорю, как сделал? Он говорит, ну, типа, ну, там обсуждались, ну, что кликхаус, туда-сюда. Он говорит, ну, вот кликхаус там, распарсил логи, засунул кликхаус. Я говорю, прикольно. Пошел посмотреть, значит, а там вот такой. То есть, ну, такой типичный, типичный башен онлайнер. Я сразу вспомнил вот этот мем, который я очень люблю. Значит, ну, потом я подумал, думаю, типа, ну, чего, ну, это же, ну, это по сути, ну, он работает хорошо. Типа, и ладно. Самое интересное, там даже комментарии есть, если присмотреться, вот, в конце первой строки. Я даже, ну, какое-то внимание, там, я к этому применил, и даже понял потом, что там происходит. В принципе, там не все так страшно. Но все равно прикольно, то есть, для меня вот эта история показательна тем, что человек, который ничего не знал про кликхаус, вообще взял, типа, и сделал такой. Причем, там, SQL используется вообще минимально, там, он insert into, и в CSV он просто готовит данные и засовывает туда. Вот. Значит, таблицу он сделал такую. Опять же, да, то есть, просто в лоб взял кликхаус, взял таблицу. Эта таблица очень-очень-очень неоптимальная. То есть, начнем с того, что, ну, хорошо, что time-date-time, но, то есть, здесь можно там сервер-нейм сделать, low-cardinality, client-ip, там, можно хранить не как стрин, а как IP, там, request-метод тоже low-cardinality и так далее. То есть, тут есть прям огромный простор для оптимизации. Я же не говорю о том, что она партицирована по сервер-нейм, а не по времени. Ну, прям, да, надо попробовать. Но мы с вами будем рассматривать, как бы, быстродействие именно вот на такой очень неоптимальной схеме. А, и, кстати, в чат кто-то кидал доклад 2017 года Александра Сигачева про ClickHouse. И он там говорил, что в ClickHouse нет нулов. Ну, короче, вот есть уже. Да, и нулы есть, и делиты есть, и апдейты есть. Делиты и апдейты работают так себе, ну, в смысле, с точки зрения быстродействия, но они есть уже хотя бы. И вот, кстати, внизу можно видеть установку индекса руналерити. Это стандартное значение, его сам ClickHouse поставил, то есть его никто не задавал. Ордер-бай-тайм, это, по сути, когда вы указываете ордер-бай, вы указываете прайм-реки для таблицы. И если вы не указали потом отдельно какой-то другой прайм-реки, то им станет то поле, которое ордер-бай. Можно несколько полекствовать. Вот, короче, это таблины. Начали собирать эту всю историю 18 октября. Сейчас эта таблица у нас 2 миллиарда строк. 2 миллиарда строк, значит, и давайте попробуем на ней по всей таблице сделать вот такой запрос. Как вы думаете, сколько он будет выполняться? Ну, типа, 5,5 секунд, схема неоптимальная. Но просто если мы возьмем какой-нибудь там, не знаю, пасгресс или mysql, ну, не знаю, дождемся ли вообще, даже при условии, что индекс правильно построим на них. Вот. Дальше. Кликхаус — это система аналитическая, и там есть всяких, много всяких прикольных статистических вещей. В частности, там из коробки очень удобно читать квантели, ну, которые перцентили, в смысле. И вот здесь, например, я взял и посчитал там перцентили за, ну, вот у нас час пик был, это просто на пятницу. Там какие перцентили по всему API ответов у нас были. Вот. Че кликер-то? Алло. Да. А вот так я могу вытащить какой-то конкретный запрос. Тоже, кстати, неплохие перцентили. Во что это все вываливается? Это все вываливается в то, что, про что спросил Александр в чате, опять же, после анонса, вот в такие вот графики. Это прям прекрасно, потому что, когда мы сделали эти графики, мы сразу увидели, что конкретно у нас тормозит. Потому что до этого момента мы что-то, как приложение потыкаешь, там, глазом посмотришь, ну, вроде вот это. А там на самом деле непонятно, то есть, что на самом деле, почему проблема. Потому что там приложение долгое, это JSON огромное обрабатывает, или потому что данных, в принципе, много, или еще что-то. А тут вот прям сразу видно, какие запросы тормозят. Вот так выглядит, когда вы лежите. Ну, то есть, прям перцентили в полку, в тайм-аут. Это тоже очень удобно, потому что в какой-то момент у нас была авария, и я постфактум уже смог разобраться, с чего она началась. Уже после того, как мы ее купировали, так скажем. Это что касается, значит, логов. Дальше. У нас есть второе применение кликхауса, которое сделал на этот раз человек, который занимается с разработкой под Android. То есть, ну, тоже не ДБА ни разу. Значит, ой, мобильное приложение написано. Ну, не мобильное, но на самом деле для ТВ-приставок, но не суть. В общем, идея какая? Он просто гонит поток ивентов, ну, их там не так много, как логов и джинкс, но тем не менее. Он гонит потом поток клиентов, он там на Гошке написал такой небольшой сервачок, и этот сервачок складывает в кликхаус, набирается какая-то масса, и он кладется балками. И он написал там веб-интерфейс небольшой, который делает аналитику. Вот эта история, значит, у нас вот столько ивентов, ну, немного, то есть он смартно собирает, и вот эта история позволяет нам делать вот это. То есть, по сути дела, это прямая экономия денег на Google Analytics, потому что Google Analytics в какой-то момент, когда появляется много-много-много-много ивентов, он начинает стоить прям, ну, вообще ни в какие, там очень дорого, какие-то сотни тысяч долларов. То есть, это схема переходов между экранами ТВ-приложения пользователя. То есть, кто куда пришел, кто где отвалился, там понятно и так далее. Ну, это один из примеров. В основном мы в эту базу ходим руками, и какие-то там запросы себе строим, но вот уже какие-то веб-интерфейсы есть. Вот. Так все следят за тобой. Я серьезно? Ну, то есть, у нас хотя бы это обезличено. То есть, я не могу сказать, что это ты отвалился, перейдя с главного экрана куда-то. Как бы Google про тебя все знает. Вот. Я пожалел, что назвал доклад именно так, но у меня не было много времени размышления, поэтому давайте попробуем ответить на вопрос, зачем все-таки нам кликхаус. Ну, как бы это аналитика для самых маленьких. То есть, не так давно это было доступно только людям, которые были готовы там платить за облака или покупать какие-то дорогие решения или строить Hadoop, что такая себе история. Вот. Это очень дешево. То есть, там есть success story всякие. Секунду. Есть success story всякие, когда компании переезжали там, я не знаю, с Hadoop на кликхаус для своих задач, и у них парк серверов уменьшался в 10 раз. То есть, ну, прям вот так. Это реально очень быстро, особенно если схему правильно построить. Прям очень быстро. Наверное, как-то так. Как-то так. Увидимся на автопате. Если что, я там буду. Ну и вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...